Какими свойствами обладает хвоя деревьев? Какие болезни можно вылечить, употребляя хвою? Как можно использовать хвою в лечебных целях? Смотрите видео до конца и узнаете, на что способна хвоя. Перед началом видео хотим пожелать всем здоровья и пригласить подписаться на канал. Хвоя вечно зеленых деревьев обладает большими целебными возможностями. Какими свойствами обладает хвоя деревьев? Иголочки сосны, ели, пихты, кедра содержат высокую концентрацию витамина С, богаты фитонцидами, дубильными веществами, эфирными маслами, минералами. Хвоя обладает противовоспалительными, регенерирующими антибактериальными свойствами, усиливает выделение желчи, выводит лишнюю жидкость, успокаивает нервную систему, снимает боль. Она оказывает жаропонижающий эффект, борется с преждевременным старением. Какие болезни можно вылечить, употребляя хвою? Поскольку полезных свойств у хвои достаточно, то и использовать ее можно при целом ряде заболеваний. В различных формах возможно применение хвои при респираторных заболеваниях. Настой богат витамином С, поэтому повышает иммунитет и способствует выздоровлению. Полоскание горла при ангине и фаренгите купирует болевой синдром. Закапывание в нос пихтового масла помогает при насморке. При сердечно-сосудистых заболеваниях хвоя, кора деревьев, молодые побеги и шишечки приводят к понижению уровня холестерина, благоприятно воздействуют на тонус сосудов, помогают отвары и настои, даже просто употребление кедровых орешков. Помогают хвойные деревья при дерматологических проблемах, поскольку способствуют заживлению и обновлению кожи. Многие проблемы в легких отступают перед хвойным лечением, ведь недаром санатории для больных с проблемами органов дыхания строили в сосновых лесах. Отвар из еловой или сосновой хвои способствует уменьшению воспаления при проблемах с почками и мочевым пузырем. Положительно действуют на желудочно-кишечный тракт средства на основе хвои и живицы. Хвойные деревья являются лекарями заболеваний опорно-двигательного аппарата. С их помощью можно уменьшить проявления артрита и радикулита. Настой хвои восстанавливает после тяжелых болезней, помогает витаминизировать организм. Положительное воздействие на нервную систему приводит к купированию неврозов, улучшает сон. Благоприятное воздействие на сосуды головы используется для уменьшения головных болей и шума в ушах. Как можно использовать хвою в лечебных целях? Для оказания лечебной помощи возможно применение отваров и настоев, использование хвойного экстракта. Средства можно использовать внутрь, добавлять в воду во время приема лечебных фан, применять место на кожу или для обработки слизистых. Эфирные масла незаменимы в ароматерапии. Они благоприятно действуют на нервную систему и психику, обеззараживают воздух. Хвойные деревья помогают людям сохранить здоровье с древних времен. К лечебному субстрату надо относиться бережно, чтобы им могли пользоваться и последующие поколения.